27 июня состоялась торжественная презентация книги Василия Кононова «Три моих войны». Василий Кононов – участник Великой Отечественной войны, командир партизанского отряда, действовавшего на территории Латгалии и начальник отдела уголовного розыска Латвийской ССР. Книга основана на личных рукописях Василия Макаровича и вышла уже после его смерти. Собрать рукописи воедино и выпустить книгу помогла творческая команда «Люди, неравнодушные к судьбе Василия Макаровича». Один из них – Виктор Гущин, кандидат исторических наук. Он же и презентовал книгу. Это авторский материал. Задача творческой группы сводилась к тому, чтобы вычитать авторский материал на предмет устранения ошибок. И, кроме того, мы должны были тоже отобрать иллюстративный материал из того богатого архива, который сохранился в семье Василия Макаровича Кононова. Книга печаталась в Москве, в издательстве «Молодая гвардия». На презентации книги присутствовали многие ветераны и общественные деятели нашего города. Среди них был и сослуживец Василия Кононова Терехов Иван Николаевич, председатель общества ветеранов Даугапилса. Он работал с Кононовым в органах милиции после военные годы и хорошо знал Василия Макаровича. Он рассказал, что для него значит издание этой книги и как повлияло на его жизнь знакомство с автором. Прежде всего, эта книга имеет большое значение для будущего молодого поколения. Она имела, или вернее, сама жизнь Василия Макаровича, для нас имела большое назначение в том отношении, что он как был фронтовик. А милиция в тот период времени, когда он руководил ею, состояла только почти с фронтовиков. Это были люди, прошедшие войну. В книге описаны три этапа борьбы в жизни Василия Кононова. Первый раздел посвящен борьбе с гитлеровскими войсками. Второй – с преступностью в послевоенные годы. И третий – борьба за свое право на честный суд, начиная с 1998 года, когда Василий Макарович был арестован по обвинению в военных преступлениях. Книга может быть интересна как людям, интересующимся историей, так и тем, кому небезразлична биография Василия Кононова, несомненно, неординарного человека.